В продаже сейчас есть невероятное количество интереснейших приборов для кухни, которые реально способны помочь нарезать, измельчить, замешать, придать форму. Проблема только в одном. Места уже свободного нет на кухне. Хотя технические помощники не обязательно бывают громоздкими. Вот вам пять отличных компактных примеров. Чтобы выбрать лучшее, мы вместе с ведущим итогов дня на НТВ Иваном Трауре протестировали самые разные кухонные аксессуары, даже довольно странные. О реальном предназначении, которых далеко не всегда сразу догадывались наши юные испытатели Даша и Макс. Полка. Это не полка, это игрушечный диван. Это волшебная доска. Разделочная доска-трансформер может менять свою форму, складываясь по сгибам, и нарезанная попадает прямиком в тарелку. Мыть зелень, фрукты и овощи тоже становится удобнее. Делаем вот так вот. Вот так вот делаем. И эта доска превращается у нас в дуршлаг. Существуют и другие любопытные модели досок. Например, с контейнерами. Обрезки и полезная часть сразу разделяются, и беспорядка на кухне удается избежать. Другие аксессуары, которые позволят все разложить по полочкам, это контейнеры для хранения продуктов. Чемпион по увяданию – зелень. Но есть гаджет специально для нее. Помещаете травы внутрь, закрываете крышкой, заливаете в контейнер немного свежей воды, ставите в холодильник, и зелень остается свежей до двух-трех недель. Мне кажется, это какие-то резиновые тарелки. А мне кажется, что это резиновые шапки с кристаллами. Другие спасатели продуктов – силиконовые накладки. Их функция – хранить недоеденное. Вместе с автором детективов Юлией Шиловой проведем свое маленькое расследование. Лучше ли это, чем просто пакет? Проверяем на половинках яблок, оценивая результат через два дня. Вот так я обычно храню яблоки в пакете, вот как второе яблоко. Сейчас посмотрим, что с ним. Ну, оно совсем тоже не свежее, потемнело, и тоже только идет для варки. Сейчас посмотрим, что с яблоком, который в силиконовой крышечке. Ну, оно очень прилично выглядит. Такое впечатление, что оно не было в холодильнике два дня, как будто я только-только его порезала. Вообще как-то растворившуюся витаминку, брат. Ха-ха. Распылять яйца. Этот маленький аксессуар поможет добавлять в блюдо лимонный сок с удивительной элегантностью. Нехитрая конструкция собирается в два счета. Отрезаем верхушку и вкручиваем распылитель прямо в лимон. Берем палец наш указательный и делаем вот так. И о, фантастика! У нас замечательный летний салат с оливковым маслом и лимонным соком. Я такую вот себе возьму. Специальные спреи есть и для масел, чтобы распределять их равномерно и тонким слоем. Блюдо получается менее жирным, а это полезно для фигуры. Не мазывать крем головой. Вот так вот. Вешалка для посуды. Вот уж действительно компактные помощники. Забавные и не бесполезные. Сажаем этого человечка на край кастрюли. Закрываем она. Опа! И не закрывается. И у вас ничего не закипит. И пух-хух-хух. Эдерного взрыва не будет у вас на пределах. Если посадить братцев вот так, они превращаются в подставку для половника, чтобы он не пачкал стол. А такая штука обнимет и плотно зафиксирует ложку. Она не утонет в большой кастрюле. Брутальный Иван, впрочем, не одобрил. Я такого себе не приобрету. Я считаю его бесполезным. О полезности этого гаджета тоже можно спорить. Но в оригинальности ему не откажешь. Разбиватель для яиц порадует тех, кто не умеет обходиться без обломков скорбупы. Делаем такое вот очень резкое движение. Оп! А это какая-то пушка для гороха. Ещё одна полезная штука для тех, кто готовит что-то сложное. Разделители желтка и белка. Они есть на любой вкус и послужат хорошо, и украсят вашу кухню. Итак, ещё раз. Наша пятёрка кухонных помощников. Доска-трансформер, спреи для лимона и масла, забавные подставки для крышек и ложек, аксессуары для хранения продуктов и гаджеты для яиц. Прожить без этого всего, несомненно, можно. Но с ними, нам кажется, всё-таки будет веселее. Продолжение следует... Продолжение следует...